хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как ваше полное имя константинов владимир александрович какой год рождения 91 91 откуда с вами родом хабаровск хабаровский край да семья жена дети нет нет а из родных кто отец мать мать очень все стрелата сестра сколько 2000 года получается 22 22 вам 31 31 сами кто контрактник нет из чувака вагнер а вы чувака вагнер да когда подписали контракт в конце сентября за сентября до должность какая рядовой рядовой до стрелок сколько обещали платить чувака 240 стандартная кладами 240 тысяч месяц до где заходили украину с луганской области ну да с луганской области то есть вы были подразделения там только были чего кашники да я так понимаю сколько человек было с вами 5 автобусов заехал сразу это все чувака вагнер да а как узнали вот например ну то есть как присоединились чего к вагнеру это будет добровольно да я как бы смотрел там разные стримы вот насчет войны то вот как у нас называется то специальная операция это было в числе прочих подразделений того как бы ахмат фигуру и чувака вагнер там рассказывалось об их того успехов там неудачах и так далее но туда вот первый раз узнал потом там новости разные пошли там в том числе вот это вот сдавили то что деда вера этого стюрем даже как идея сформировалась чтобы пойти служить там почему выбрали чувака вагнера ну изначально я не годен к военной службе там по формальным признакам из-за того что в два года я перенес там ну серьезное заболевание и она уже автоматом долагает автоматом служит причиной для того чтобы признали не годом в военной службе а какая болезнь была острый лейкоз там при переливании еще это гепатит занесли то там достаточно быстро все пролечили как бы все прошло ну уже в принципе в детстве спида инвалидность она снята да 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 но как бы категория да да это в россии не годен ну да из-за того что просто переболел я понял и вот когда вы решили что вот бы захотели пойти на войну на спецоперацию да у вас это назвали с волосы ну скорее такой преломный момент случился когда пошли новости сдачи харьковской области которую преподносились то ли как это перегруппировка там какая-то хитроудо ну по итогу там из-за анализа разных источников информации сложилось такое впечатление что именно нехватка кадров что ограниченный контингент контрактников которые там вот не больше трети ну катастрофически не хватает и поэтому появилось такое желание как бы это ну побольше то там своей армии своей стране так как я не годен к военной службе то пришлось рассматривать альтернативы альтернативные варианты чувакавагнер где вы нашли вот как это все происходило да вот куда вы пришли чтобы записаться в чувакавагнер это в хабаровске было да а вот как вы сконтактировались с чувакашником ну я просто забил там в поисковике официальный сайт там группы чувакавагнер там в контакте и в принципе там были там были когда контакты как бы ну там наборщиков или кураторов которые вот с новичками работают и они уже всю информацию дают им ну и получается вышел до одного из них в телеграм это ну через телеграму он мне сразу прислал там вот такую краткую до достаточно подробную информацию там какие ограничения вот где они находятся там ну что с собой брать там и так далее я понял контракт где подписывали в хабаровске нет на месте уже где в краснодарского края то будет до полигонии доходится вот учебный центр это какой населенный пункт хутор малькина и я понял до этого чем занимались вообще до этого бассажеву то чуть больше полугода перед этим монтажом строительных лесов монтажом строительных лесов или лесу леса это что у строителя леса которые вот для безопасного доступа до высоту там при каком-то строительстве там отделки и сколько как массажер сколько зарабатывали ну так как я до начинающего как бы специалист у меня еще клецкая клецкая база только формировалась достаточно скудная было до 1040 где-то зарабатывал усаду было бы больше в принципе если ну по мере формирования монтажером сколько зарабатывали монтажником строительных лесов ну в среднем 80 ну и тогда там выходило больше мать чем занимается батя батя домохозяйка дует тогда и тогда как бы это ну берет заказы от клиентов там по бандикюру там вот по стрижке то очень очень железнодорожник машинист получается да вот и да то только до пенсию вышел так как не прошел это убедиться сколько бисер сколько пенсию очень дует иди плохо это вы что-то около пятидесяти что летов или даже шестьсот вот когда подписали контракт с человека вагнер да зашли в украину через луганскую область какие задания оставились перед чвкшниками это штурмовые бригады были это штурмовики туда штурмовые это ну штурмовики вот из штурмовых отрядов там заехали сразу того задания как бы никаких не ставили просто приехали там уже по пути получили ну вооружение там средства защиты бронежилеты каски там автомат четыре рожка ну и до стали развозить там разные места вот пункты постоянной дислокации у вас куда привезли я точно не помню название до селедового пункта ну деревня или поселок как-то название одного начинается а у вас какая область донецкая по моему вот ну в сторону вот у бахманского направления да 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 а когда взяли плен в плен 21 по моему октября сам бой был 20 до следующего утра уже взяли это в районе бахмата да ну да вы наступали да пытались наступать наступление было отбито и и как попали в плен очень коротко то есть вы наступали наступление было отбито и меня ранило при этом наступление на плюс получается по моему два было полевых ранения вот ну в район вот ну грудиной вот где-то сбоку ну и потом при артиллерийском обстреле того дождестве да еще осколочные ранения были ну там и в пятку там и в бочину тут же сюда там и как бы и в ногу и вот под каску даже несколько залетел ну и соответственно только крови потерял так как у нас было задание того взять эту позицию того парня просто вперед гнали им даже некогда было меня эвакуировать ну это в принципе далековато было до наших позиции то там у тех кого просил там вот несколько предметов они вот сказали что некогда там вот и извини в рота то есть русские свои оставляют да бросает да не бросают он просто было такое задание чтобы взять позицию реально некогда было и гнали вперед принципе можно поднять но потом может быть я это периодически отрубался мне кажется может быть меня уже приняли за двухсотого но и как бы просто оставили и после этого вот из-за этого оказались прямо правильно уже оказался до в плену на следующее утро вечером ну там бой уже закончился того в принципе никого не было ряда вида я просто не смог силами собраться чтобы встать вот и как-то отойти там отмолзти до своей позиции за стол и вот утром уже получилось ну как бы нормально осмотреться встать ну побрести то вот в сторону своих позиции и там получается видать ну бойцы в салоне остались своих окопах того и это увидели меня и сзади как бы окружили там крик то ли стоит оружие я понимаю что у вас никакого опыта военного не было перед этим как бы присоединились к вагнеровцам ну да не было я даже сурочку не сложил ну нас обучали там две недели учебного центра вагнеров а что обучали стрелковая подготовка тактическая подготовка а что они сказали когда вот вы им говорили что непригодны к службе да они знали это вагнеровцам не пригоден я по чисто формальному обстоятельству я сказал что удался здоровьем в данный момент все в порядке как бы я работал вот на тяжелых работах работа монтажника это достаточно тяжелая работа потому что постоянно нужно таскать материалы там тем более на высоту поднимать требуется определенной физической подготовки я им все это сказал сказали ну хорошо это тогда плюс для вас бы все занятия вот у которого инструкторе отдавали я выполнял поэтому никаких причина для того чтобы меня считать негодным к военной службе у них принципе не было я понял а вот такой вопрос тут что было мотивом присоединиться к чувака вагнер то что русские сдали харьковскую область и отступили от харькова ну то есть вот причина это было как показатель что сильно где хватка личного состава это я ну то есть это это проблема русской армии у вас личный какой мотив был от у вас деньги ну деньги это один из ботивов в воде самый главный какой тогда вот у ваш личный послужить родной армии родной стране послужить родной армии родной стране да время чего ну чтобы побыстрее закончить эту можно сказать специальную операцию которую по сути переросла вот войду между братскими народами практически народу хорошо вы сказали что вы хотели послужить родной стране и отечеству до чувака вагнер это что формально частная военная компания на территории украины явно выполняет взаимодействие с министерством оборудование выполняет задачи которые нужны наемники наемники да потому что это частная военная компания наемники да вот когда да и контрактников тоже можно дозвать наемник при желании до любых солдат спасибо спасибо владимир вот вот владимир говорит между наемниками чувака вагнер и контрактниками минобороны российской федерации разницы нет я сейчас объясню почему я это на этом потому что много в комментариях говорят ты не армейский любомир ты этого ничего не понимаешь вот так как я говорил между наемниками чувака вагнер и контрактниками российской федерации разницы нету а это говорит российский наемник с точки зрения с точки зрения получения вы же сказали что разницы нет с точки зрения финансового вознаграждения подписанных того контрактов и так это было так конечно того дожество различие перестановки и название этого как бы суть не меняется до контрактники деньги наемники деньги правильно то есть статус такой статус только разный в принципе механизм финансирования там ну достаточно похожи хорошо хорошо что что те получают деньги за службу что эти я вот с этой точки зрения но виду да я я тоже я тоже с этой точки зрения всегда говорил то есть мотивом это день то что они контрактники у нас про у них просто статус другой но как бы суть-то сама деньги да хорошо послужите честь отечеству частной военной компании под наемники это псы войны да это люди которые убивают за деньги у них как бы целью не отечество не какие-то мы высокие идеалы это деньги у вагнера главный стимул это деньги правильно я понимаю далеко не у всех наемники частная военная компания частная военная компания не воюет за идеалы в том числе и за них 1 хорошо давайте разберем тогда то есть это то есть я так понимаю вадиме что вы уникальный наемник вы воюете за идеалы я не уникальный уникальный потому что вы говорите что частная военная компания воюет за идеалы то есть наемники марсонарис по-английски да это люди которые воюют за деньги то есть главным у них как бы там не знаю идеалом есть да там банджамин франклина 100 долларов купюре можно так сказать сколько платят они это делают они убивают за деньги если мне предложат того воевать за интересы этого америки того со страны европы это убивать того невинных людей этого участвовать в карательных операциях мне нафиг такие деньги грязные не возьмет ну во первых вас туда никто не возьмет потому что ну во первых назовите мне частную военную компанию например там европа куда бы вы могли попасть без опыта без ничего кто вас возьмет владимир частную военную компанию то что вы говорите европейскую или американскую возьми кто во первых не возьмет не через за то что не через голова не через то что вы российские граждане а через то что вы ничего не умеете вы не умеете воевать только поэтому может быть и не возьмет ну то есть это большая разница да если мы говорим о частных военных компаниях хочу какие тогда идеалы у вас были давайте их разберем вы зашли как наемник за деньги но и за идеалы вы сказали чтобы прекратить это все правильно побыстрее да кто начал это все как минимум нужно вернуться к 2014 году давайте вернемся к моменту государственного переворота на украине антиконституционного антизаконного когда вот были достигнуты договоренности там о досрочных выборах с вашими западными партнерами это смешно ну давайте хорошо я так понял вы знаете хорошо конституцию украинскую потому что это называете а антикостики конституционным переворотом я там управляю понимаю хорошо ориентируется в украинской конституции а соусом выборы они не на майданах осуществляются это на майдане это заведомо понятно что это незаконный антиконституционный акт насильственный захват власти и это в любой стране это насильственный захват власти но хорошо кто источник власти в стране в том числе и народ не вооруженная не вооруженная группа людей как 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 которые представляют там считанные проценты там электората хорошо в том числе и народ а кроме рода кто в вашем понимании то есть еще кто то есть источником власти выборные представители от народа там но то есть кто источник власти но это не народ сделал вот это вот смотрите в украинской конституции единственным источником власти есть народ в украинской конституции в украине единственный источник власти это народ если бы если бы хотели спросить мнение всего народа то то провели бы всеобщее голосование и и выяснили мнение вот как народ относится к этой вот якобы революции этого ничего не было произведено просто силовыми методами с помощью западной поддержки разных других вот приемов там цветной революции все это было осуществлено и преподнесено как как воля народа кто то есть не согласен будет люстрирована то скажем так как минимум и многие многие пострадали там сгнили там за стенках из был многие недовольны но где-то кто вот давайте хоть пять человек на кто сгнил за стенках был я в тонкостях не знаю все это политическая кухня украины вы говорите вы говорите мне так вы говорите ну могу одного назвать хотя бы вот Павла Губарева его хотя бы до конца там не сгубили там все таки вышел после того как ну и что Паша Губарева ну и он там был лидер несостоявшийся Новососии правильно он был лидером несостоявшийся Новороссии Новососии я не понимаю что такое Новососия это Новороссия это можно называть Новососия а зачем коверкать то в смысле зачем коверкать но есть такая страна как Новороссия есть такая страна как Новороссия Паша Губарева хотел ее сделать была такая страна ну не страна так идея сделать правильно ну не состоялась ну тогда это стало Новососия я ничего не коверкаю страна не состоялась хотели сделать Новороссию стала Новососия что-то я не пойму не понимаете да но Паша Губарева он был как бы лидером там толкал вот это все Новороссию и так далее а почему это все по вашему вылилось в Новососию ну потому что это не состоялось ничего не сделалось давай смотрите это не в этом вещь вот вы у вас какое гражданство российское у меня украинское да как думаете мне нравится Владимир Владимирович Путин я не знаю нужно вас спросить ну спросите нравится мне Владимир Владимирович Путин нравится вам Владимир Владимирович Путин мне нравится мне он никогда не нравился но если русским нравится пусть за конем с этим Путиным что там у них делается как проходят выборы и так далее это проблема россиян правильно согласны ну в принципе да в принципе да Украина это суверенная независимая страна ну я бы ее не назвал суверенной страной страна с таким ну с небольшие страны тем более представляющие большой геополитический интерес сулллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Нормально. Встаньте, под вами ничего нет, у вас не мучают. Все нормально? США. США. Кто еще? Великобритания. Да, еще кто? Ну, в принципе, не может быть много. До настоящего момента был однополярный мир. И поэтому должен быть, в принципе, один полюс силы. И после победы в Холодной войне, после развала Советского Союза, ну, соответственно, США и остались одним полюсом силы. И по праву сильного они вот навязывают свой порядок в других странах. Почему? Хорошо, есть акторы мировой политики США и Великобритания. Пусть будет. Есть. Да, это мощные страны. Правильно? Это мощные страны. Ну, да. Экономически, политически. Ну, да, в первую очередь политически. Политически. Да. Военное оснащение хорошее. Что они имеют к Украине? Давайте конкретно сказать, как США влияют на Украину? Вот как США влияют на Украину? Что она несуверенная и ненезависимая страна? США и Великобритания. Вот для вас главный актор. Как они влияют на Украину, что Украина не независимая страна? Ну, изначально при развале Советского Союза были поддержаны сепаратистские движения в разных республиках. Какие сепаратистские движения? Какие сепаратистские движения? Союз Советских Социалистических Республик. Это было 15 республик? Ну, да. Украина. Это была страна в составе Советского Союза? Ну, это была республика. Республика. В составе. В составе Советского Союза. причем здесь термин сепаратизм при том что поддерживали снастрение на отделение от союза советско-союза Россия как центр как центр когда пусть будет по-вашему для меня это полный бред ну пусть будет Россия подписала договор об этом всем о том что будут независимые республики через Ельцина через Беловежские соглашения но это он Ельцин не имел никаких властных полномочий кто определял кто определял определил что Ельцин не имеет полномочий кто он был президентом законодательство и Конституция в первую очередь где это сказано это сказано что Ельцин не имел никаких этих законодательных полномочий это документ это Конституция это ну продолжайте просто ну я не понимаю ну Ельцин подписал русский русский представитель подписал это все вы мне говорите о каком-то сепаратизме не не я могу много вспомнить за пять веков истории да и как Россия захватывала украинские земли захватывала не захватывала освобождала от кого от турецкого и от польского от австро-венгерского вы не знаете как австро-венгерия там вот относилась к жителям западных областей Украины скажите мне это очень интересно я как представитель западной части Украины расскажите как австро-венгерия относилась западная Украина вот очень интересно концентрационные лагеря и все кто считал себя русскими 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 это одно и то же самое или не то же самое ну практически одно и то же но раньше это называлось русскими сейчас русскими откуда на западной Украине русские объясните мне а вы историю не знаете я знаю я очень хорошо знаю историю от сколько русских было в астро-угорской империи вот западная Украина это было откуда здесь русские когда русские пришли на западную Украину какое иго какое угнетение русские сюда зашли в тридцать девятом году в тридцать девятом вы не знаете так скажите мне факт исторический что вы мне говорите вы не знаете скажите мне исторический факт где здесь были русские на западной Украине в составе австро-угорской империи были они против них как говорится проводились репрессии австро-венгерским правительством кто во главе австро-угорского правительства был в принципе как какое-то имеет отношение рассматриваете откуда у вас это вот знание что здесь были русские на западной украинской земле до тридцать девятого года я не говорю что что все были русские все единицифицировали себя с русскими понятно что за много лет за многие века жизни там в других империях там с другими народами хорошо из них эту русскость выбивали там и как бы в Австрии тоже были русские которых выбили из них русскость в Венгрии тоже были русские где их тоже выбили да вот это правительство австро-угорской я не понимаю логики я про австро-угорской я ничего не говорил во львове были русские были откуда они появились здесь ну по крайней мере население которое считало что ну они часть большой россии это украинцы это украинцы здесь не было русских не было владимир поймите ну не украинцы давайте начнем с того что малоросы какие малоросы откуда эта терминология какие малоросы почему я малорос когда основу основана москва в тысяча ну я точную дату не помню можно сказать тысячу лет назад а киев когда ну киев пораньше в девятом по-моему веке вы истории даже не знаете вы истории не знаете вы мне говорите что я малорос вы мне говорите что я малорос в шестом веке не я говорю про положение в девятнадцатом веке хорошо кто говорил что на западной украине малоросы кто откуда это официально где малоросе вы вы разницу понимаете между левым берегом днепра и правым берегом днепра понимаю когда львов был малоросе где это исторический факт кто автор этой концепции владимир ищевака вагнер а вы именно про львов говорите так вы же сами мне сказали что западную украину тоже как бы от угнетения освобождали русские западная украина это львов тернополь луцк франковск это западную украина они были частью австро-венгерской империи вы же об этом говорили 10 минут назад ну да я не отказываюсь от своих слов ну так значит когда это часть угнетения было откуда здесь малоросы здесь никогда не было малоросов ну ладно здесь не было а где они были в юго-восточной украине в центральной это украинцы это украинцы это украинцы владимир это украинцы тогда в конце 19 начале 20 века про украинцев мало кто знал и жителей этих регионов потому что была российская империя которая захватила эти земли вы знаете что-то запретила им свое как бы название владимир почитайте что такие эмский указ и валуевский циркуляр запретили языком разговаривать русские запретили на восточной украине пользоваться украинским языком запретили да это исторический факт не знали об этом не то что не знал я очень сомневаюсь в этом якобы факте серьезно вы не верите что русские мучили украинцев пять веков не верите на голодоморе слышали что сделал сталин слышал по вашему телевидению у нас разные неправительственные организации финансируемые за рубежа тоже развивали эту тему очень активно что восстановить но вы такой русский империализе так смотрю да вот такой до мозга костей да причем вы мыслите какими-то шаблонами какими шаблонами это но такими шаблонами я мыслю скажите мне шаблон я вам оперирую историческими фактами вы ничего не можете назвать вы мне говорить о каких-то малороса которые были на западной украине кто здесь большинство было население вот как и какие социальные состав западной украины до тридцать девятого года двадцатого века пока не пришли россияне коммунист кто здесь жил социальный состав на какой территории западная украина там где у вас малороса вот здесь большинство проживал склад население крестьяне национальность какие национальности здесь жили ну про национальности тут трудно говорить скорее о народности потому что никакого своего государства там не было хорошо хрен с ним народности какие здесь жили до прихода русских народности здесь жили что значит до прихода русских изначально эти территории они ну они входили в состав руси про князя галицкого знаете я как сняли и узвали князя галицкого а вот даниил да нет это какое княжество как название было при чем здесь даниил вот при чем здесь даниил мы перепрыгиваем с двадцатого века на восемнадцатый сейчас залезли в тринадцатый век скоро мы залезем шестой век да мы держим одну линию потому что мне очень тяжело с вами общаться у вас полная каша амстро-угорская империя владимир амстро-угорская империя народности какие здесь жили до 39 года двадцатого века какие народности здесь жили состав населения какой вы сами спрашиваете какой состав населения на начало двадцатого века когда сюда пришли русские они не пришли и завоевали этого они просто вернулись и воссоединились то со своими там можно сказать там если не родными то двоюродными братьями что касается там вот территории западной Украины где вы это все читаете есть такой предмет как история это все излагает как бы в этом политологию у вас есть высшее образование? есть но не окончено а где учились? в ДВГУПС где? в Дальневосточном государственном университете по телесообщению а специализация какая? приклада информатика в экономике а почему не окончили? ну там проблемы там были с одним преподавателем там ну и организационные проблемы пришлось ну подать заявление а с чем было связано это? ну организационно просто не было доведено что отныне там не с тремя долгами переводят на следующий семестр ну максимум с двумя получается один преподаватель у нас ввела два предмета ну один был легкий и там по нему там то ли зачет то ли экзамен он первым ушел и ну до этого уже все предметы были закрыты у меня там ну либо на четыре на пять там я их все сдал и вот оставалось ну оставались вот эти два предмета там у одного преподавателя ну я соответственно думал что вот этот легкий я его быстро закрою и у меня останется только курсовик и экзамен по второму более сложному предмету по проектированию информационных систем ну так как курсовик не был сдан то запретили ну курсовик он по проектированию информационных систем ну более сложному которые дальше был там экзамен вот первое это ну просто там информационные системы я думаю сейчас быстро сдам эти информационные системы у меня там два долга по моему останется и как бы я уже буду постепенно закрывать ну как бы правила изменились нельзя стало с таким количеством долгов там переходить на следующий курс а она через неделю получается уже в отпуск уходила там и как бы оставалось очень мало времени там буквально две этих ну там за два дополнительных занятия в принципе был меньше чем за неделю нереально было там сделать курсовик и защитить его и поэтому вот с тремя долгами получается короче вы вылетели да с университета я понял то есть я правильно понимаю что русские они всегда освобождали земли да в вашей логике вот этом потому что мне очень тяжело как бы ну то есть я знаю историю хорошо вы все воссоединяете да я так понял западную Украину вы хотели возвратить к братьям да я так понял а какие еще страны нужно возвратить к России где еще братья есть поляки это братья нужно туда зайти освобождать их ну только по их тому желанию но вы готовы их как бы их освобождать да ну что значит освобождать от кого так вы сами сказали что ну освобождали эти все земли сейчас вы освобождаю эти земли правильно я понимаю сейчас мы пытаемся воссоединить эту земли и народы которые исторически были одной страной там одним практически народом ну и веками жили в мире согласия это Украина правильно еще какая страна нужно присоединить вот страны Балтии да они тоже же были в Советском Союзе их нужно тоже присоединить или нет Литва, Латвия, Эстония ну только по желанию как бы большинства населения с помощью проведения референдумов хорошо ну то есть как бы желание населения да украинцы желание как бы не иметь присоединяться к России зачем вы зашли ну вы же не проводили никакие там референдумы объективные социологические исследования ну хорошо мы не проводили да но вы зашли а Латвия, Эстония, Литва они же тоже не присоединились ну мы зашли в первую очередь ну насколько я понимаю мотивы руководства из соображений ну как бы безопасности которая вот исходила с территории Украины ну даже ну не столько от самой Украины сколько вот от НАТО хорошо в Финляндии зашла НАТО сейчас? член НАТО? ну я уже давно отрыван от информационного пространства и я сейчас не знаю ну последние новости но страны Балтии это же страны НАТО а мне вы сказали про Финляндию ну и Финляндия, ну НАТО ну страны Балтии это же члены НАТО одних угрозы нету? ну Финляндия до последнего момента не была члена НАТО вот после того как Россия Россия напала на Украину они попросились в НАТО но страны Балтии это члены НАТО? ну на данный момент да от них угрозы никакой нет? так они вообще не акторы мировой политики а Украина актор мировой политики? я вообще уже запутался в вашей логике над ними влияние есть Америки и Британии так как вы сказали? есть конечно есть? да так может тоже русским можно идти воевать в эти страны? они члены НАТО на них влияние акторов мировой политики есть Штатов, Британии Украина не в НАТО только стремится войти в НАТО но заходим мы почему-то в Украину потому что какая-то угроза ну они де-факто практически ну Украина практически не вступая юридически она де-факто вот предоставила свои территории под размещение войск НАТО где они находятся эти войска НАТО? где базы НАТО в Украине? назвите мне где база НАТО в Украине? лаза они не могут без всяких баз вы сами сказали что Украина дала под размещение свои территории войскам НАТО где находятся войска НАТО в Украине? и поэтому вы напали потому что есть угроза какой-то безопасности нет давайте я вам полностью расскажу свою точку зрения и потом уже побеседую ну расскажите ну потому что у вас вот такая каша вся ну потому что вы постоянно как бы передергиваются я не передергиваю ну я понимаю что я иноагент да? есть такое да? я иноагентом могу быть в России? да нет причем ну нет ну так выходит ну не знаю там ну иноагент это конкретное определение человек получающий деньги из-за рубежа на осуществление политической деятельности в нашей стране это кто там? Навальный там и так далее вот это все иноагенты правильно? да 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 Владимир, какие книги вообще читаете? да, самые разные ну а какие вот последние книги вы прочитали? последние это «Земля Санникова» «Земля Санникова» да? да а какие эти передачи смотрите? кто вам нравится? ну какие передачи вообще любите? ну в основном интернет как бы обозреватели там вот видеоблогеры смотрю кому? ну ну допустим Сергей Барикотин канал «Полит Раша» ну есть программа которая выходит на федеральных каналах ну я там телевизора в принципе нету там я его не смотрю он мне не нужен смотрю «Бесогоны» Никиты Сергеевича Михалкова «Бесогоны» да? да что-то у него там здоровье подключало я скажу ну достаточно познавательные ну не то что познавательные многие эти факты они как бы известны просто умеют там грамотно их скомпоновать и как бы запечатать, да? под пропаганду ну хотите можете так называть просто ну выстраивать предпричинно-следственные связи там и какую-то рисовать свою картину ну есть более глубокие такие ну специалисты там как допустим Сергей Переслегин там Сергей по-моему или кто-то ну Фурсов вот знаменитый вот знаменитый политолог историк Спицын вот историк ну там радио Аврора ну они приглашают очень много ну вот телеканал день ну вот на ютубе ну они очень много таких глубоких специалистов приглашают ну по самым разным темам какими языками вы владеете кроме русского ну английским начальным ну ну то ну 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 мы продолжать на английском потому потому вы пытаетесь меня поймать просто я не пытаюсь вы мне говорите ну вы понимаете вот это все это такой большой пузырь вы мне говорите что вы разговариваете английским мы можем разговаривать английским я готов разговаривать ну ну я просто хотел продолжить что ну на достаточно таком низком уровне это можно было сказать честно я владею только российским они рассказывают на начальном то и так далее еще каким-то языком владеете нет нет какие-то страны еще были кроме Хабаровского края в Китае был в Китае где? ну там в Центральном Китае там конкретно в городе Ухань в Ухань ой в этом сейчас да по моему в Ухань в котором году? в каком году? в 2000-2008 что там делали? ну мы с другом как бы с одноклассником поехали там учиться в университете ну ну один курс там провели как бы изучали вот язык китайского ну правда оказалось то что преподавали не на русском а на английском поэтому было трудно как бы усваивать программу это то есть вы поехали в Ухань чтобы изучать язык китайского и думали что там будут преподавать на русском? или как? не ну я так думаю вы так думали да? ну допустим в Харибине там там на русском учат и там это в порядке вещей это могучий народ могучий народ он думает что везде должны разговаривать на русском я не сказал что ну вы поехали в Ухань и не могли усвоить смотрите я не сказал что везде должны разговаривать по-русски не ну чтобы поехать в Ухань учить китайский на русском я думал там есть преподаватели со знанием русского что в этом смешного ничего не смешного ну чего смеетесь там а вот например я учился в Виталии на каком языке вы думаете там я изучал предмет не знаю английский наверное английский Виталий на каком языке я разговаривал это итальянский в чем там должны были преподавать на английском причем должны или не должны они могут нанять преподаватели со знанием русского там со знанием нафига вот нафига китайцы должны нанимать со знанием российского это Китай это Китай ну для того чтобы приглашать иностранных студентов из России а чем вы такие ценные там а вы не можете выучить китайский или английский ну всегда более эффективно изучать иностранный язык там через свой язык а не через чужой так сидите в России изучать вы же не можете его выучить на своем языке в школе учили английский? учил но туго ну туго ну поехали в Китай изучать китайский на родном языке не смогли выучить английский зато на английском поехали изучать китайский ну за что то ну как бы я не то что смеюсь но для меня это полнейшая дичь то есть русский он должен быть везде при чему? да при чём он здесь везде я не говорю в вашей логике это везде как бы должно быть вот это империалистическое как бы мышление да? ну каждый видит то что хочет увидеть вы увидели в этом пусть будет пусть будет так хорошо вы пришли освобождать Украину почему украинцы не хотят русских? и воюют с ними? вы уверены что все украинцы не хотят русских? да да но у меня другие данные откуда у вас данные? у вас связь Владимир Владимирович? да причём с Владимиром Владимировичем ну откуда данные? ну я спрашиваю нормально он украинский социолог что ли какой то ну а где социология? откуда социология у вас? ну вы работаете ну от экспертов общественных деятелей украинских кто? кто? фамилия? или акилов? ну Рогов Рогов Вассермана это что это? Монтян Таня Монтян да это общество? ну там допустим тот же Анатолий Шарий иногда интересные данные выдаёт Толик Толик Толян тебя смотрят в Российской Федерации Толян вот представитель и что говорит Анатолий Шарий? вы верите Анатолию Шарию, да? ну не во всём он иногда бывает передёргивает так он нормальный или ненормальный? я уже вообще запутался на Владимир ну будьте нормальным ну просто оно смешное всё вот даже оператор ржёт ну серьёзно ну специально дурочка включать или так мыслите? ну серьёзно я серьёзно спрашиваю сейчас задайте нормальный вопрос на провокационный без всяких изделок тогда я постараюсь на него ответить а у меня все были провокационный вопрос? нет не все но последний такой был ну например какой у меня был провокационный вопрос я просто хочу понять я вообще хочу понять как вы мыслите ну мне тяжело с вами разговаривать потому что вы с одного века скачете в другой у нас какой-то линии нету там русский язык в Китае должны знать вообще ну какая-то каша я не говорю что в Китае должны знать русский язык хорошо я спрашиваю вы пришли убивать другую нацию? у вас логика такая украинцы не имеют меня убивать пришли а что? а что на шевронах чувака Вагнер пишет? наша профессия что? я не видел таких шевронов и я их не носил что? наша профессия убила ну вы наверное лучше знаете что там носят что происходит я это вижу в ютубе иногда смотрю в чувака Вагнера чем непосредственно сами бойцы чувака Вагнера вы себя считаете ну как бы воином? ну бойцам бойцам хотите что-то украинцам вообще сказать? ну в принципе да скажите мы пришли сюда не для того чтобы убивать и истреблять украинцев уничтожать тем более геноциды там под корень мы не собираемся ничего запрещать ни украинской культуры ни языка мы просто хотим чтобы Украина не использовалась западными странами против России против интересов самой же Украины мы хотим жить в мире согласия с вами ну и желательно в одной стороне как это издавна и было на протяжении многих веков на протяжении многих веков к сожалению политики с той и с другой стороны дотянули до до кризисного момента когда это нельзя разрешить никак кроме как через через ну через войну через специальную военную операцию ну мы не хотели до этого доводить если кто-то пострадал от наших действий ну я приношу как бы глубокие соболезнования всем пострадавшим и ну мы этого не хотели а почему слезы появились у меня вопрос тоже будет сего кашляк но я человек в том числе охуя вот можно я на то перейду можно я на то перейду я на то перейду можно можно а теперь я скажу хорошо знаешь сколько за за статистикой украинцев выехала на запад у тебя никогда не было вопроса почему 8 миллионов выехали на запад не в россию которая должна бы была их освобождать они же должны были бы хотеть за твоей логикой да воссоединяться с россией да но почти 8 миллионов выехала в европу а не в россию никогда не задавался этим вопросом ну в том числе потому что в россию стараются не выпускать ваше а может ваше по границу серьезно да а границу кто контролирует луганская донецкая область а зачем убивать вот мир вот здесь города сидят без света и так далее нету одного народа и никогда не было был народ захватчик россияне было убили куча населения разрушили жизни людей жизни ну это по вашей лживой истории так получилось по какой моей лживой истории по какой моей лживой истории ну переписан ты Бахмута не видел как разрушен вот сейчас пишется история такими как ты как города разрушены россиянами ну сейчас сейчас это сейчас это война вы же говорили за историю что на протяжении многих веков русские приходили да я от своих слов не отказываюсь ну и когда они приходили убивать захватывать там всю историю от 17 от 16 до 18 века и когда Богдан Хмельницкий обратился он воевал тогда против поляков и был подписан на Перьяславской был Перьяславский мир подписан договор 1654 год и большинство украинцев считают да это факт мы это признаем что это была большая ошибка со стороны Богдана Хмельницкого это была большая ошибка исторически тогда боролись типа с поляками исторически мы боролись с поляками но то что потом пошло в историю это просто трэш ну и что там пошло россияне с правобережной с левобережной Украины сделали колонию в чем это выражалось в запрете языка в запрете культуры в запрете всего кто запрещал и какими указами эмский указ указ валуевский циркуляр почитай в общем слушай а запрещение украинского языка или молоросского как тогда называли Батага. А кто разговаривал тех там? Использование запрещалось. Использование. Ты никогда не спрашивал себя, почему под Австро-Венгерской империей украинцы сберегли язык, культуру и так далее? Вот почему Западная Украина разговаривает украинским языком, а Восток нет? В большинстве своем. Никогда себя не спрашивал, почему? Особенно. Ну, они поощряли использование украинского языка и запрещали русский, чтобы разъединить украинские народы. Арися, нам что-то хочешь сказать? В принципе, нет. Пусть дальше идут, воюют, воссоединяют два народа. Ну, это не мое дело, не мне решать. После обмена, если обменяют, вернешься воевать? Воссоединяют народу? Нет, наверное, меня, скорее всего, не отправят. Насколько я знаю, тех, кто побывал в плену Коринскому, их больше не отправляют.